Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 3 марта. И начинаем мы. Ночь прошла более-менее спокойно, хотя в прифронтовых областях были обстрелы, ракетные удары. И в прошедшие сутки или позапрошлые сутки вы знаете, что была трагедия в Одессе. Мы об этом сегодня еще поговорим. Количество жертв растет. И скорее всего вырастет еще больше, потому что спасательная операция продолжается. Но я хотел бы немножко отмотать на вчерашний вечер. Вчерашний именно. Почему? Потому что вчера вечером наша система ПВО в прифронтовой зоне на восточном участке фронта нанесли удар, точнее совершили обстрел авиации противника, которая работала, сбрасывала кабы на позиции наших войск. И надежда была, пусков было два по двум самолетам Су-34 и Су-35. Но Су-35, как правило, прикрывает действия Су-34, сопровождает их. Су-34 более тяжелый, менее маневренный, так правильнее будет сказать. А Су-35 все-таки истребитель, и он более высокоманевренный. Так вот, пусков было два. Надеялись на оба, что попадут, но попали один. Су-34 был уничтожен вчера в районе 19 часов вечера по киевскому времени на восточном участке фронта. Второй самолет, к сожалению, смог увернуться от ракеты и ушел. Ну, думаю, что в следующий раз вряд ли сможет. Поэтому вот так ознаменовалась эта ночь, если брать с учетом вчерашнего вечера. А в общем, за прошедшие сутки на линии фронта произошло 71 боевое столкновение. Есть небольшая тенденция к снижению, было 80 с лишним, теперь 71. Всего враг нанес один ракетный удар, 50 авиационных ударов. Кстати, в два раза уменьшилась авиационная нагрузка. И это может быть как следствие того, что мы сбиваем, продолжаем сбивать вражеские самолеты типа Су-34. И также враг совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня, как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам непосредственной близости от линии фронта. За прошедшие сутки авиационные удары вражеские наносились в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более 120 населенных пунктов. И здесь вся линия соприкосновения с расистами на фронте и с расистской федерацией на государственной границе. Это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Пройдемся по зонам ответственности. И первая у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Север. Волынское-Полесское направление. Здесь оперативная обстановка остается без существенных изменений. Она стабильна и контролируема с нашей стороны. Далее идет Северское-Слобожанское направление. Тут противник сохраняет военное присутствие вдоль государственной границы. Пытается проводить диверсионно-разведанную деятельность на нашей территории. И, к сожалению, проводит обстрелы нашей территории. Как с помощью авиации, так и с помощью артиллерии. Наша артиллерия пытается давить огневые точки, которые ведут огонь по нашей территории. Так же мы проводим контрдиверсионную деятельность в борьбе с ДРГ противника. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица. И начинается она с Купенского направления. Здесь продолжается боестолкновение в районе Табаевки. Основные на Купенском четыре атаки предпринял враг. Но все четыре были безуспешными. Враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Мы позапрошлые сутки, я вам рассказывал, в районе Табаевки улучшили свое тактическое положение. И отодвинули врага вглубь оккупированных территорий. Ну и сегодня, видите, за прошедшие сутки надежно удерживаем, но вновь отбитые у врага позиции. Лиманское направление. Тут основные боевые действия происходили в районе Терны, Ямполевка. И, к сожалению, восемь атак предпринял враг за прошедшие сутки. К сожалению, в районе Ямполевки уточнена линия фронта. Враг, очевидно, имел частичный успех и немного улучшил свои позиции. Наши войска незначительно отошли на линии фронта. А в остальном, лиманское направление держит фронт, удерживает позиции. Немного забегая вперед, скажу, что сегодня утром на лиманском направлении был полный разгром бронеколонны. С 14 единиц бронетехники. С пехотой вместе. Пытались они наступать. Это приблизительно рота. До роты. До 100 человек личного состава. Плюс бронетехника. Не доехали они даже до рубежа спешивания. Мы разгромили эту колонну. Но об этом будет подробнее уже в завтрашней сводке. А сегодня вот ситуация такова. Линия фронта в основном удерживается. 8 атак отражено вражеских. Единственное, возле Ямполевки наши войска чуть-чуть отошли с занимаемых позиций. Далее идет Бахмутское направление. Тут силы обороны удерживают все занимаемые позиции. Основные боевые действия точатся в районе Богдановки, Ивановская, Клещиевка и Андреевка. Враг предпринял 15 атак на наши позиции. Ни одна из которых за прошедшие сутки не увенчалась успехом. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. И начинается она с Авдеевского направления. Здесь продолжаются довольно ожесточенные бои. Враг пытается продвинуться на Авдеевском направлении. Они прошли довольно большое, я скажу, расстояние 4 километра после взятия, захвата Авдеевки. Они продвинулись за вот несколько недель. Но опять же о причинах того, что там происходит на Авдеевском направлении тоже. Мы поговорим в следующем разделе. Есть уже более подробная информация, которая объясняет эту ситуацию. Ну а в прошедшие сутки наши войска отразили 14 атак противника в районе населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькая и Невельская. Линия фронта за прошедшие сутки осталась без изменений. Враг, понеся потери, откатился на исходные рубежи. Далее у нас Новопавловское направление. Здесь самое большое количество атак за прошедшие сутки. 25 раз враг пытался прорвать нашу оборону. Основные бои происходили в районе Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Но успеха врагу это ни одна из атак не принесла. Все оказались безуспешными. Наши войска удержали занимаемые позиции и нанесли ощутимый урон вражеским войскам. Далее у нас идет Ореховское направление. И здесь основные боевые действия были в районе пункта Новоработина и Новопрокоповки. Четырежды враг пытался атаковать наши позиции. Все четыре атаки были безуспешными. И линия фронта осталась без изменений. Тут надо отметить, что на всей линии фронта ситуация в прошедшие сутки была более-менее стабильна. Еще добавим зону ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Один штурм был предпринят вражескими войсками в районе населенного пункта Крынки. Крынки удерживаются нашими войсками. Видите, штурмы продолжаются со стороны врага. Штурм был безуспешный. Враг понес ощутимые потери. Штурм захлебнулся. И вражеские войска были вынуждены откатиться на исходные рубежи. Так вот, в общем, хочу сказать, что линия фронта стабильна за прошедшие сутки. И особых изменений не претерпела. Единственное, что можно сделать как общий вывод. Окупанты начали активно применять кассетные авиабомбы. РБК-500. Это не новая бомба. Сразу говорю, это старая советская бомба, но она в кассетном исполнении. Что для нашей пехоты составляет очень большую проблему. Раньше они применялись как единичные случаи. Мы редко встречали применение кассетных. Но в последнее время темпы растут, особенно на работинском направлении. Вот этот работинский плацдарм. Враг пытается его срезать. И там начали применяться вот эти кассетные авиабомбы. Довольно большую площадь они накрывают одновременно. Но тем не менее, даже с применением таких бомб, враг не добился никаких успехов на этом Ореховском уже направлении. Далее надо отметить, что вчера было два слова, скажем, по оккупированным территориям. И в Крыму вчера была довольно большая бавовна, скажем так. И в результате этих ударов, этой бавовны, партизанское движение АТЭШ сообщает о том, что в районе Феодосии поврежден нефтепровод. И этот нефтепровод на него наносит, наши, точнее, удары беспилотниками, нанесли колоссальный ущерб по перекачке. Они до утра ликвидировали последствия. То есть, я так понимаю, был довольно большой пожар. Официальных сообщений крымские оккупационные власти пока никаких не сообщают по поводу нефтепровода. Зато они сообщают, что была предпринята попытка атаковать 38 беспилотников самолетного типа. Их все якобы сбили дежурные средства ПВО на территории Крыма. Но российские телеграм-каналы, ну и наши в том числе, писали о мощных взрывах в Феодосии на востоке Крымского полуострова. Крымский ветер пишет, что взрывы раздавались в районе нефтебазы. Другой телеграм-канал утверждает, что в домах местных жителей дрожали стекла. Такие были мощные взрывы. А во дворах сработали сигнализации у машин. Наши власти пока не комментируют эту ситуацию. Но если все дроны сбили, тогда что же взрывалось в районе нефтебазы и что случилось с нефтепроводом? Последствия аварии на котором устранялись аж до самого утра. И на данный момент, по данным партизанского движения АТЭШ, этот нефтепровод не функционирует. Вот такая вот ситуация была за прошедшие сутки в Крыму. Ну а мы движемся дальше. И в течение суток авиация Силы обороны Украины нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава и техники врага. Также воздушные силы Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, о чем я вам рассказал в начале. А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по одному району огневых позиций вражеской артиллерии. В общей сложности за прошедшие сутки общие потери расистских захватчиков на всей линии фронта составили в личном составе 1160 оккупантов, в технике и вооружении в танках 16 единиц, в боевых бронированных машинах 28 единиц, в артиллерийских системах 35 единиц, в самолетах 1 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 14 единиц, в автомобильной технике 65 единиц и в специальной технике 3 единицы. Вот такие потери понес враг на линии фронта и на всех оперативных направлениях от Сватова до Олешек. Ну а теперь мы два слова скажем о военной и военно-политической обстановке, которая происходит в нашей стране и вокруг нее. И начать я хочу с той трагедии, которая происходит, она до сих пор происходит. Уже прошло более суток в Одессе, где расистский шахет попал в жилой дом, что вызвало обрушение целого подъезда. Рашисты и иранцы, иранцы тоже убили этих людей, потому что шахет иранского производства, из иранских комплектующих, что бы они там ни говорили, как бы они ни отказывались от того, что они не поставляют оружие расистам. В результате на сегодняшнее утро из-под завалов достали уже 9 жертв этой трагедии. И еще предполагается, что под завалами может быть 3 или 4 человека. Вчера предполагалось, что их может быть больше, но сегодня утром трое вышли на связь, которые там были. Остальных продолжают искать. Сколько еще продлится спасательная операция, сказать очень сложно. Дом был панельный, он сложился как карточный домик. И в связи с тем, что под завалом остаются люди, разбор происходит очень медленно и очень осторожно. В надежде найти хотя бы кого-то из этих людей живыми. Но трагизм ситуации еще усугубляется тем, что там погибла многодетная семья. В результате этого удара достали из-под завалов маму, которую раздавила. И она в последнее мгновение пыталась спасти своего ребенка, свою семимесячную дочь. Она ее прижала к себе и так они вместе и остались под завалами этих бетонных конструкций. Но самое ужасное то, что в семье трое детей. Есть еще 9-летний Сергей и 8-летняя Злата. И вот спасатели продолжают раскапывать эти завалы. Семья Татьяны и Олега Кровец. Фотографию мамы с дочкой вы сейчас видите. Вот это надо транслировать по всем телеканалам во всем мире. Чтобы весь мир знал, кого убивают расшисты с помощью иранцев. Какие жесточайшие военные преступления они творят в нашей стране. Вот такая вот у нас. Сколько еще будет продолжаться операция спасательная? Сказать очень сложно. Потому как я уже объяснил. В надежде найти хоть кого-то живым под этими завалами, спасатели действуют очень и очень аккуратно. Но трагедия уже произошла. Вот такая вот в Одессе ситуация. Там по-моему сегодня, если я не ошибаюсь, объявлен траур по погибшим в этой ужасной трагедии. Далее, наконец-то, вот у нас с вами был дискурс. Именно дискурс. В плане того, что я говорил, что военные очень жалуются на отсутствие или плохой уровень подготовленности оборонительных сооружений за Авдеевкой. Что и что и послужило, стало, как следствие этого, стало такое большое продвижение. То есть за несколько недель они прошли 4 километра после захвата Авдеевки. Рашистские войска. И многие из вас, точнее не многие, некоторые из вас писали, да нет, неправда, оборонительные сооружения есть, и бетоновозы ездят, и гравии везут, и работы какие-то выполняются, и современная техника там есть. Ну, видите, вот Нью-Йорк Таймс пишет, написала статью, где они изложили журналистское расследование, а это журналистское расследование было проведено на основании спутниковых снимков, сделанных коммерческой организацией Planet Labs. И изучение этих снимков пишет, что рубежи обороны либо отсутствуют вообще за Авдеевкой, либо снимки свидетельствуют о слабости укреплений на рубежах обороны. Они не имеют сплошной линии, поэтому бреши и большое расстояние между теми опорниками, которые там сделаны, и враг пробивается вот в эти бреши. Газета сравнивает их со снимками российских укреплений в Запорожской области, то есть с линией Суровикина, которые украинские войска много месяцев штурмовали в прошлом году, помните, все лето, да? В конечном итоге мы смогли дойти только до второй линии, оборонительной линии, вот на этой многоэшелонированной обороне. Так вот, украинские позиции разработаны гораздо слабее. Об отсутствии мощных укреплений до этого говорили многие украинские журналисты и блогеры. Самое страшное это то, что именно эти позиции за Авдеевкой посещал президент Зеленский накануне начала наступательной операции российских войск на Авдеевку. Именно там он ставил задание ускорить, он говорил о необходимости ускорить строительство оборонительных сооружений. Я не знаю, кому он говорил, но я считаю, что этот человек должен, тот, кому ставил президент Зеленский задачу, я думаю, там свидетелей этой постановки задач было очень много, он должен поднести ответственность вплоть до уголовной. Потому что, ну, получается, что на слова президента просто никто не отреагировал. Вот, 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 и финский аналитик замечает, финский аналитик Паси Парайен, правильно так, он пишет, что после слов Зеленского практически, с тех пор практически ничего не было сделано на этих участках. Вот поэтому отсутствие мощных укреплений приводит к тому, что российские войска продвигаются быстрее. Со взятия Авдеевки они прошли еще 4 километра на запад, заняли еще минимум 3 села и штурмуют сейчас 4. Таких темпов продвижения у российской армии не было много месяцев. Вот таким, вот такая вот ситуация. А теперь говорят, что Украина в быстром темпе роет огромные укрепления на территории Донбасса и Запорожской области после неудач на Авдеевском направлении. Об этом заявляет осент аналитик. Ну, дай бог, если это так. И опять же, вопрос, а куда ж делись деньги, которые выделил Кабмин на Авдеевское направление, на оборонительные рубежи. Сейчас опять выделили 1,3 миллиарда на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области, на Запорожском направлении. Вопрос, кто осваивал и как осваивал деньги, выделены на Авдеевское направление. Почему наши войска практически сражаются в голом поле, на котором закрепиться почти невозможно. Вот ответ на все вопросы. Укрепления, либо их нет вообще, либо они очень слабы. Это там, где президент Зеленский ставил задачу ускорить строительство этих укреплений. Вот такая вот исполнительность у нас чиновников на сегодняшний день. Далее, касается перебежчиков, кто еще пытается там переплыть реку или перебежать в Молдову, у нас, кстати, большая часть границы с Молдовой, это Приднестровье. Так вот, те, кто попадают в Приднестровье, их там ждет ФСБ Рашистской Федерации. ФСБ задерживает граждан Украины, которые незаконно пересекли границу, вербует их и отправляет и использует для получения разведданных. Причем это уже не в добровольном порядке, принудительном. Арест, пытки и допросы. По данным Центра национального сопротивления, из граждан, которые перебежали, незаконно пересекли границу с Молдовой, пытаются вытащить информацию о военных объектах, об устройстве участка границы Украины с Приднестровьем, там, где они его пересекали. Кроме того, их склоняют к сотрудничеству на постоянной основе с Рашистской Федерацией. За отказ угрожают вернуть обратно в Украину. Так что подумайте, прежде чем совершать этот шаг, подумайте 10 раз, какие последствия могут ждать вот этих перебежчиков на той стороне границы. Италия объявила о том, что они снимают с дежурства и отзывают с территории Словакии свой комплекс ПВО Сампти, поскольку этот комплекс нужен в другом месте. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Фиццо. Но мы знаем, что такое Сампти, это полный аналог Патриота. Я бы сказал, почти лицензионная копия. Единственное, что он производится в Европе и является совместным итало-французским, будем так говорить, детищем, имеет даже две разновидности, итальянскую и французскую. Отличаются они тягачами. Или колесной базой, на которой собран этот комплекс. Французский вариант на французской колесной базе, итальянский на итальянской. А так, он полный аналог комплекса ПВО Патриот в версии ПАК-3, то есть противоракетной версии. Ну, посмотрим, что значит в другом месте. Я, конечно, понимаю, разделяю мнение некоторых военных аналитиков в том, что, может быть, этот комплекс появится на просторах Украины. Может быть. Потому как сегодня Италии нету прямой угрозы для ее воздушного пространства. Ситуация на границе с Польшей. Очень тяжелая на данный момент. Польские протестующие, фермеры, дальнобойщики, и кто только не присоединялся к этим протестующим. Начинали все дальнобойщики, потом их поддержали фермеры. Сейчас уже вроде как вторая волна протеста фермеры, поддерживают их дальнобойщики. Смысл в том, что заблокирована вся граница. Все шесть пунктов перехода заблокированы. В очереди на сегодняшний день суммарно на всей границе стоит 2400 фур. Плюс-минус приблизительно. Наибольшая очередь на границе Польши и Украины наблюдается по пункту пропуска Краковец и Ягодин. Причем польские протестующие прекратили пропускать практически весь транспорт. В том числе и они прекратили пропускать грузы, которые имеют военное назначение. То есть то, что предназначают для сил обороны Украины, тоже польские протестующие не пропускают. Причем переговоры там правительство пытается с ними вести, польское. Но как-то они неубедительно с ними говорят. Несмотря на то, что протестующие не смогли предоставить доказательства, что литовская граница возвращается со стран Балтии. Так они и говорили. Если зерно возвращается опять на польский рынок, у них нет доказательств, что такое действительно происходит. Но тем не менее они пытаются уже даже блокировать границу со странами Балтии. Но в это время, как оказалось, как выяснили наши журналисты, проведя свое журналистское расследование, польские фуры идут в Беларусь и там загружаются товарами из Беларуси и Рашидской Федерации. Польские машины сотнями в день пересекают белорусскую границу. Загружаются продукции и едут обратно. При этом за прошлый год Польша импортировала из Беларуси продукции на 450 миллионов долларов. А из России в первый год войны Польша завезла аграрной продукции, это то, что они сейчас блокируют на нашей границе, на сумму в 428 миллионов евро. Вот такая вот Польша. То есть белорусскую и российскую продукцию они берут на ура. Никто там никого не блокирует. Фуры ходят туда-сюда. А вот с нами у них вот такие проблемы. Они заблокировали нам практически полностью движение через Украина-Польский кордон. Далее. Илон Маск, как всегда, выдал спич с российским нарративом. Но он очень любит, я вижу, Россию постоянно. Илон Маск считает, что НАТО нужно распустить. Написал он в своем твиттере, ну сейчас это соцсеть Х. Мне всегда было интересно, кстати, странно, почему соцсеть Х, я бы назвал соцсеть Х, на букву Х. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания организации Варшавского договора была распущена. Написал он в своей соцсети Х. Вот такой вот, то есть человек даже не понимает, что Варшавский договор это была как составная часть Советской империи. Советской империи. Но сейчас у нас Российская империя. Вот, кстати, президент Латвии ответил в этой же сети Х, ответил Илону Маску, почему существует НАТО. Он написал, дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать. Это Россия и другие враги свободного мира, написал президент Латвии. Вот такое вот узкое понимание, казалось бы, у человека с таким широким кругозором, который может, подключившись к той сети, которую он создал, я имею в виду Старлинг, спросить у Гугла, какова угроза цивилизованному, кто главная угроза цивилизованному миру и почему до сих пор существует необходимость в существовании военно-политического блока, такого как Североатлантический альянс, такого как НАТО. Еще одна интересная вещь вылезла в результате изучения, мы все время, санкций, санкционной политики Европы и других стран, которые поддерживают нас с вами и которые стоят на стороне добра. Так вот, изучая санкционную политику, выясняется, что главный хаб поставки товаров военного или двойного назначения в Российскую Федерацию вообще не подвергается санкции. Армения. На Армению не нагложены никакие санкции. Никакие. Почему? Потому что интересы Армении лоббирует Франция. Франция не дает возможности наложить санкции на Армению. Армения поставляет все, включая микрочипы для производства ракет, дронов и всего остального, тех видов вооружения. При этом СНН пишет, что союзник Франции снабжает Россию оружием, а Запад молчит. Запад оставляет огромную дыру в стене санкций. Армению не наказывают за поставку в Россию чувствительных товаров. Запад закрывает на это глаза, благодаря сильному армянскому лобби, которое особенно известно во Франции. Без всякого преувеличения можно сказать, что Армения наживается на российской агрессии против Украины. Украины, пишет чешский партнер CNN, CNN Prima. Издание призвало Запад как можно скорее избавить Москву от этого логистического узла и жестко пресечь нелегальные поставки в Российскую Федерацию. Кстати, Франция, я напомню, готовит большую партию вооружения для поставок в Армению. И Франция дала добро на подготовку военных специалистов из Армении для пользования вот этим оружием. И еще пару новостей. Это то, что спецпредставитель Китая, который будет пытаться в очередной раз урегулировать украино-российский кризис. Кризис, именно кризис, я обращаю на это ваше внимание, потому что в Китае не считают, что у нас война. Китай считает, что есть украино-российский кризис, но то, что есть война, Китай этого не считает. И нигде ни разу никогда не называл эти события войной или даже боевыми действиями. Это кризис. Так вот, спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Москву 2 марта, то есть вчера. Там он встретился с заместителем главы МИД Рашистской Федерации Атлинный, с Михаилом Атлинным. И обсудил возможности регулирования кризиса в Украине. Хуэй планирует посетить Европейский Союз, Польшу, Украину, Германию и Францию с этой же целью. То есть Китай опять пытается вставить свои 5 копеек, но, естественно, в нарративе Рашистской Федерации. Китай предлагает, ну, та формула мира, которую предлагал Китай, она не изменилась. Потому что они сказали, что они не отступают от своих предложений. И это мир в обмен на территорию. Так было изложено в китайской формуле мира, которая была представлена год назад. Ван Ли, тогда бывший глава МИД Китая, он ныне глава администрации Си Цзе Пинь. Так что ждем вот этого представителя, когда он приедет и послушаем, что он скажет. Но пока, еще раз напомню, та формула, которую предлагал Китай, была мир в обмен на территории. Немедленное прекращение огня и начало переговоров. Кстати, Ван Ли, который эту формулу тогда озвучивал, он же сказал философскую фразу в стиле китайской философии. Он сказал, главное начать переговоры. А дальше они могут длиться бесконечно долго. Это его была фраза, ну вот примерно, я может быть недословно ее процитировал, примерно такое он имел в виду содержание этой фразы. Ну вот, это еще одна попытка Китая. Сейчас я вам говорил, что сейчас целая волна в попытке усадить нас за стол переговоров. В попытке спасти Путина от того краха, к которому он приближает всю Российскую Федерацию. Путину просто в край необходимой переговоры. Он понимает, что ситуация близится к критической, в какой-то момент экономика может просто рухнуть. Не может ничего сделать, даже Центробанк России не может остановить инфляцию, не может остановить начавшуюся стагнацию российской экономики. Темпы производства падают, и краткосрочный эффект от вливания денег в военно-промышленный комплекс, все закончился, и сейчас начинается стагнация, начинает падение производства. Плюс мы помогаем снижать темпы производства за счет нанесения ущерба военно-промышленному комплексу Российской Федерации. Ну посмотрим, наша задача выстоять, выдержать, отбить вот эти все российские предложения. Кто бы их не озвучивал, Эрдоган, который опять предлагает нам переговорный процесс Стамбул-2, китайский спецпредставитель или кто-либо еще. На данном этапе, я думаю, что переговорный процесс просто не имеет смысла. Без вывода расширских войск с территории Украины. Самое интересное, что Китай этот вариант даже не рассматривает. Они не ставят во главу угла вывод расширских войск с территории Украины. Они ставят во главу угла немедленное прекращение огня. Китайский спецпредставитель